здравствуйте доброе утро доброго времени суток все кто нас слушает меня зовут рита борт я веду сегодня программу из радио центра sun gates и у нас на связи анна ласточкина а здравствуйте анна ведический астролог и сейчас она находится в москве да значит у нас в чикаго сегодня такое жаркое утро сейчас 8 30 утра в москве 4 часа 4 30 да и мы сегодня разговариваем об именах о том почему нужно правильно выбирать имя как влияет именно жизнь человека ну что ж начнем прямо сразу самого начала неизвестно где начало но вот человек рождается да ему нужно придумать имя родители мучаются перебирают разные имена и пользуются услугами интернета там спрашивают бабушек и дедушек что же что же все-таки какие рекомендации даст астролог по этому поводу да если вы по этому поводу задают вопрос астрологу астролог конечно воспользуется подсказками которые он видит в астрологической карте у меня были несколько консультаций по такому поводу как же назвать ребенка как лучше а в этом случае я говорю первое что нужно сделать это подумать самим потому что родители это наверное главная задача родителей как-то назвать ребенка не астрологу это перепоручить и потом уже когда есть какие-то варианты астролог может рассказать какое имя что подчеркивает в характере и судьбе ребенка потому что он видит какое-то строение его судьбы примерно какой-то потенциал заложенный позициях которые он видит и опираясь на это можно сказать клиенту какие черты характера будут более всего подчеркнуты вот этим именем бывает так что спрашивают просто как мне назвать ребенка и тогда у меня встречный вопрос а что вы хотите этим именем дать потому что можно компенсировать какие-то качества можно наоборот подчеркнуть какие-то качества о чем я например давайте о чем я сейчас говорю да 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 конечно допустим мы видим очень боевую карту то есть очень огненную и мы видим что девочка рождается вот и девочка рождается у нее все в огненных знаках у нее сильные мужские планеты и она очень такая бойкая можно ей подобрать имя под стать то есть можно у меня был вариант спрашивали назвать как дианой или еще кем-то не помню допустим анной возьмем два имени которые по своей энергетике отличаются очень сильно хотя звучат примерно одинаково для начала я хочу даже сказать по каким критериям можно выбирать имя давайте так вот два имени у нас есть анна и диана и первый критерий это конечно значение потому что когда мы ребенка называем мы на что-то опираемся вот имя всегда что-то значит даже если мы не понимаем что оно значит все равно для родителей вообще-то целесообразно заглянуть в интернет и посмотреть что значит это имя я думаю большинство это все так и делают когда называют ребенка и вот это значение имени оно будет что-то определенно подчеркивать в судьбе самого человека который будет носителем этого имени дальше нужно определить какой культуре относится это имя потому что у имен разные предпроисхождение разная этимология и мы можем посмотреть какому эгрегору принадлежит имя эгрегор это такой собирательный образ энергетически существующая независимо существующая понятие ли субстанция которая влияет на на человека и эгрегор он дает одновременно и поддержку защиту но одновременно нужно какое-то время ребенку человеку личности когда развивается отдать что-то этому эгрегору то есть находясь под его защитой все-таки находиться одновременно и под его влиянием если мы берем имя из греческого эгрегора это будет одно из еврейского эгрегора это будет другое потому что на это имя влияет вся судьба народа которая скрывается за этим именем вот например можно в интернете найти вот ввести просто эгрегор и имя вы найдете легко текст про то как разные эгрегоры разных народов действуют на наши славянские имена у нас в россии или в ссср было принято есть и сейчас принято называть все-таки греческими еврейскими именами в скандинавскими западными к unlock the есть разные имена присутствует и казалось бы русское имя анна это еврейское имя анна оно имеет еврейские корни, то есть и значит несет с собой действия еврейского эгрегора на человека. Ну и, например, можно сказать, что что несет еврейский эгрегор? Для женщин это больше образ матери и такая покорность судьбе, и женщины с именами еврейскими, они первую часть жизни больше находятся в роли жертвы, а потом компенсируют. А вторая часть жизни посвящена компенсацией. И вот если мы говорим об имени Анна, то имя Анна несет энергетику смирения, оно переводится как Божья благодать, оно так переводится, но все-таки оно несет энергетику такую, что ровную какую-то Анна, даже по звучанию, но это уже следующий критерий, дает, ну и по значению оно дает женщине дополнительную нагрузку и одновременно защиту в виде вот этого образа смиренной женщины. И если вы посмотрите вокруг себя, то среди Анн нет очень боевых и очень таких выскочек, то есть даже если заложено это внутри самой личности, то нос пробивается наружу больше после каких-то лет жизни достаточно продолжительных. То есть этим именем можно сгладить, сделать девочку более девочкой. Ань, скажи, пожалуйста, а вот ты вот теперь вот с твоим опытом астролога, как ты чувствуешь? Тебя правильно назвали? Тебя имя твое ложится, как бы вот на твой характер, на то, что ты хочешь делать и так далее. Ну, я думаю, что на пути реализации оно мне больше мешало, но по свойствам характера, оно больше таким, мой характер делало более округлым, мягким, податливым. И Анна — это не совсем имя для лидерских качеств. Но потом оно, в принципе, есть королевы Анны, принцессы, но они больше такие, они заботятся о народе, они такие благотворители. Вот это даёт вот такое. Ну, меня хотели назвать на самом деле по-другому, но дедушка не разрешил. Меня хотели назвать, если честно, Дианой. Вот о чём я сейчас говорю. Но тогда бы у меня была очень бурная молодость, я думаю, более бурная, чем она была. Ты знаешь, мою бабушку звали Анной. И я вообще очень много, я думаю, что у нас очень сильная, у меня сильная связь, я до сих пор её часто вспоминаю и думаю. И вот то, что ты сказала, что они такие податливые и округлые, что ли, и так далее, я не знаю, какой она была в молодости, но она была очень боевой в том возрасте, когда я уже родилась, когда я её узнала, ей, наверное, уже было за 60. Она в то же время была очень добрая и отзывчивая, и, конечно, семья для неё была самая главная, и она всем помогала, всех лечила и так далее. Но характер был очень, то есть такое ощущение, что она, да, действительно отдавала вот то, что терпела за всю жизнь, но жизнь была трудная. Некоторые говорят, что, ну, я слышала такое мнение, что имя Анна связано с сатурнянской энергией, и я, в принципе, с этим соглашусь, потому что она как-то вот женщину ставит на место. Но всё зависит сильно от характера, от того, какие энергии в самой карте. Если там Марс вместе с Раху, и если там всё, огонь-огонь, никакая Анна не поможет, это будет просто некоторая компенсация, да? Но если мы называем ещё именем боевым каким-нибудь, ну, Ника, да, или каким-нибудь таким римским, римские имена очень личность подчёркивают, и личностные качества, то есть эгрегор римский, вот эти латинские имена на латыни, которые Виктор, кто ещё, не припомню, но Антон, это такие имена, которые подчёркивают в человеке желание выразить свою личность, ярко вылежать, ярко проявить смелость, даёт какой-то… Ну, опять-таки, надо смотреть гороскоп и смотреть, а вдруг этот человек… Ему этого не нужно, да, допустим, наоборот, нужно компенсировать. Да, что-то вот в таком роде, вот в таком ключе я предлагаю думать, да? Выбираем имя. Зачем же вообще нам дают имена? Зачем нам вообще дают имена? И о том, что мы откликаемся на какую-то вибрацию, то есть мы должны почувствовать ассоциацию с каким-то именем, это как наша одежда, да, то есть как нас называют, это настолько сильно на нас влияет, и вот есть целые книги, потому какое имя на как, на кого влияет, то есть мы же это знаем, да, это настолько сильно подчёркивает, либо компенсирует какие-то качества характера, ну, что это стоит изучать и, конечно, стоит об этом подумать. Ну, и человек… Вот если мы окунёмся в славянские традиции, мы можем вспомнить, что вот давались имена в семье, прозвище. Сначала прозвище, а потом уже и было какое-то имя, какое-то засекреченное, до поры до времени, которое не называлось. На самом деле эта традиция осталась у нас очень сильно развита в славянском, вот в нашем сообществе вот эти уменьшительно ласкательные имена, по которым даже сложно понять, что это за имя. Ну, то есть Анну можно называть Нюрой, там ещё какого-то. Да, 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 есть. Мы можем называть Гоша, там, или… Ну, такие имена, которые по звучанию, они очень сильно отличаются. Ну, можно… И эти уменьшительно ласкательные, разнообразные. В этом тоже есть смысл, что до поры до времени человек не соединяется со своим вот этим основным эгрегором. То есть он как-то находится, ну, его называют вот так. И вот теперь второй критерий, о котором я хочу поговорить, это звучание именно. Это вот мы говорили о том, что важно значение, откуда оно пришло. Ещё знаете, что в этом плане важно? Важно соединиться с какими-то фигурами прошлого, которые очень большое влияние оказали на то, что это имя было включено в святцы. То есть потому что детей раньше как… Их можно было называть только по календарю. Вот эти вот имена христианские, которые… Почему они там были выбраны именно эти имена на Руси? Да, почему можно Георгиями, там, Василиями называть и так далее? Вот, как-то всё поменялось. Наши славянские имена заменились. И они были связаны с определёнными христианскими образами. Вот об этом образе тоже можно почитать. Вот, и там подчёркнуты какие-то качества этого человека. И эти качества могут частично передаться обладателю имени. Качество того святого человека, ради которого имя было включено вообще в список имён, которыми можно разрешено называть людей. Ань, скажи, у меня вот такой вопрос тут возник по ходу. У нас у родителей очень короткий промежуток времени, когда ребёнок рождается и когда ему нужно дать имя. Ну, я не знаю, сколько там свидетельств о рождении записать. Неделя, может быть, ещё и меньше, да, может быть, пару дней. А когда всё-таки лучше обратиться к астрологу для этого? Когда уже ребёнок родился, правда, вот это вот в этот промежуток? Для астролога важно... Время рождения. Время рождения, потому что так сказать достаточно сложно. Но обычно родители сами чувствуют. И я недавно смотрела карту мальчика, мы просто обсуждали эту тему. В процессе моей подготовки к этой передаче, я как раз думала, вот мне об этом надо поговорить. И вот у меня была карта мальчика, которого зовут Семён. И я спрашивала, ну а что это значит? Да, и вот это значит... Ой, забыла. Умеющий слышать Бога или что? Да, слышащий Бога. И у него Накшатра Луны — Шравана. Шравана — это как раз символ уха. И люди, рождённые с Луной в Шраване, умеют слушать вибрации, более тонкие вибрации, могут быть связаны с духовным миром. Они хорошо понимают литературу духовную. И вот ему интуитивно подобрали такое имя — слышащий Бога. То есть, соответственно, с его Накшатрой. То есть всё совпало. Да, я считаю, что родители, прежде всего, нужно спрашивать родителей. И часто смотрят на ребёнка, когда он уже родился, и уже видят его имя. То есть как-то оно само приходит. Ну вот не всегда. Иногда это если родители интуитивные, занимаются практиками и понимают вообще, что к чему. Но бывает так, что тут вмешивается вся родня, бабушки, дедушки, и мамы, и тёти, и дяди, и родители теряются, и не знают, что им делать. И иногда между самими родителями возникают споры, как назвать ребёнка. Но я всегда в этом случае говорю «послушайте отца». Всё. Потому что если мама настаивает на каком-то имени, но отец не согласен, нужно слушать, прежде всего, отца. Вот как он решит, так и это природно, законно сочетается со вселенским нашим законом и с той идеей, что ребёнок всё-таки приходит больше со стороны отца. Солнечный принцип притягивает душу, и вот через эта душа, притянутая принципом своего отца, рождается. И это большое благословение, если отец в этом участвует и называет как-то ребёнка, подчёркивая его задачу. Он слышит лучше, считается, как назвать ребёнка. Вот, что касается споров. Ещё бывает такое, что сказали про семью. Семья может... В семье можно назвать ребёнка именем какого-то родственника. Вот это тоже. Да, да, да. Что? Причём на первую букву. Часто бывает, что берут первую букву имени какого-то близкого родственника, кто уже ушёл, может быть, бабушки, дедушки или там любимые дяди, тёти и называют. Да, бывает и так. Тут надо иметь в виду, что этот ребёнок автоматически присоединяется к энергиям того умершего, ушедшего человека и частично берёт на себя его задачи, а также защиту. То есть защита она тоже будет. То есть вы связываете энергетически этих двух людей. Потому что вот этот род, эта энергетическая такая субстанция, или как это назвать, там есть ещё память родовая. И вот кого-то очень долго в течение всей жизни называли, допустим, Вася. Рождается внук, правда, кого тоже называют Вася. И все даже окружение ещё ассоциируют очень сильно с тем, с прадедом. Это всегда будет передаваться ребёнку. То есть какая-то вот эта ассоциация, потому что у всех в голове это имя очень плотно ассоциируется с тем родственником. Ну и постепенно оно замещается, замещается, и часть той энергии переносится, передаётся. Это как плюс, так и минус. То есть минус, просто хорошо это или плохо. То есть если мы представим, что это защита, покровительство определённое умершего родственника, если этот ребёнок ему ещё говорить и объяснять, что если ты будешь его почитать и говорить о том, какие он хорошие деяния совершал, тот родственник, в честь которого его назвали, это только плюс. Ну и минус в том, что он частично может повторить задачи, а значит и судьбу. И поэтому некоторые говорят, нельзя-нельзя, потому что вот будет такая же судьба, ну скажем, сложная, какая была бы. Но это не факт, это не факт. А если это с пониманием мы относимся, то это значит просто, что он будет часть задач в роду вот этот ребёнок выполнять. А если берут только первые буквы, это как-то влияет? Или тут совсем вообще... А я в самом деле первый раз слышу про первые буквы. Серьёзно? Ну на самом деле меня так назвали. А, да? Да, мою бабушку по отцу звали Розой. Но папа категорически не хотел в Советском Союзе, чтобы было такое имя. Вот, и поэтому он сказал, ну ладно, будет Рита. Вот. Ну раз мы уже говорим обо мне, а потом в паспорте написали Маргарита. Вот. И возникает вопрос. А теперь мне больше нравится, чтобы меня называли Ритой. Как-то влияет вот это вот, вообще говоря в общем и в целом, если люди сокращают имена, оно как-то влияет на их жизнь? Ну да. Вибрационно, да? Ко второму критерию, который мы можем оценить в выборе имени, это его звучание. И когда мы понимаем, что Рита и Маргарита — это нечто одно и то же, мы скажем, что Маргарита переводится как «жемчуг» с греческого, да, и означает «жемчужная» или «жемчуг», то есть вот подчёркнутые качества, как красота, яркость, чистота, свежесть. Вот какие-то определённые. Если мы из имени что-то новое делаем, ну что-то, как-то его видоизменяем. У нас на самом деле очень много таких видоизменённых имён, даже славянизированных имён. Например, слово, ой, например, вот Георгий. Георгий — очень почитаемое имя на Руси, и что из него только не сделали. И Жору, и Гошу, и, ну и Егор — имя, которое сейчас очень популярно. Тоже можно поговорить, почему имена вдруг начинают становиться такими популярными. Вот Егор, тоже Георгий, оно уже славянизировано под света гор, там гор больше под славянское ухо так вот сжится, на гор кончается. В общем, эти имена, они несут тоже значение. Они принадлежат тем же эгрегорам. То есть, ну, я считаю, что чуть-чуть про… он всё-таки прошёл славянизацию. То есть, это значит, греческий эгрегор, он через славянизацию прошёл. То есть, там немножко видоизменилось значение, но всё равно он связан исторически со значением, скажем, землепашец, Егор, да, Георгий. А Рита — это жемчуг будет, даже если мы Маргариты не называем. Так, и звучание, о звучании. Да. На самом деле, давным-давно ещё был такой сервис в интернете, когда-то я этим интересовалась, он определяет по разным шкалам, какие ассоциации у нас, у русских людей, вызывает то или иное имя. Даже не имя, а сочетание звуков. То есть, вибрации, по сути. Да, вибрации. Вибрации, и вот если мы, допустим, скажем какое-то слово, там даже приводится пример какого-то нереального слова, но сочетание там шипящее жидро, да, слово жидро, слово лепеля, сравните, какой из них добрый, а кто из них злой. И мы все скажем, что жидра злой, а лепеля добрый. Ну вот так, да. Потому что у нас есть определённая реакция сознания на определённое сочетание звуков. И вот из-за этого, благодаря этому, была составлена вот такому анализу таблица. И, допустим, там длинный, короткий, мягкий, шероховатый, и как звучит то или иное имя между этими шкалами, если анализировать по этой шкале. Плохой, добрый, плохой, хороший, злой, добрый, подвижный, медлительный, ну и так далее. И вот каждый звук, каждое звукосочетание мы можем так разобрать. И можно ввести своё имя и посмотреть. Допустим, если мы попробовали ввести, если мы попробуем ввести имя Рита, то оно будет звучать вот так-то. То есть Рита, знаете, если я ещё обращусь к санскриту, даже… А, вот-вот-вот, да. Конечно, к этому тоже нужно об этом сказать. О том, как вообще устроен язык и откуда он у нас взялся. Мы же знаем, что слово нам было дано Богом, что звук — это нечто изначальное, что формирует пространство вообще в принципе. И то, как называют, так нас и формируют. То есть через звук мы формируемся. Если к вам всё время обращаются Рита, 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 что-то как-то это на вас точно действует. Ну, конечно. И надо просто обозначить как. Так, основа всего — это гласные звуки, которые мы можем петь. А согласные звуки, которые, ну, когда мы спотыкаемся в речи, то есть мы их произносим между гласными, это такое наполнение специями, наполнение такими нюансами значений самых разнообразных. И вот считается, что гармоничное имя — это то, у которого есть достаточно много гласных, которое можно петь, и которое заканчивается на А. Очень много имён заканчивается на А, на самом деле, правда? Которое как-то певучее звучит. Тогда оно звучит по-доброму, считается. Потому что если мы возьмём нагромождение звуков, каких-то поставим, и, ну, кстати, может быть, с этим связано переделывание наших имён греческих изначально в славянскую форму. Там, если мы будем говорить «Георг», это неблагозвучное имя. А если мы будем говорить «Боша», то это благозвучное имя. «Георги», да, нашего уха. Да, и, да, кстати, закон — это единый для любого уха. Если взять ещё… Есть ещё такие эксперименты были. Насыпать какой-то песок на поверхность или сахар на поверхность, или соль, и проговорить своё имя или проговорить, пропить что-то громко, то образуется определённый рисунок. И вот этот рисунок есть отпечаток, визуальное изображение отпечатка имени в сознании людей. И вот когда мантры поют, делают вот такие. То есть мандалы получаются, типа рисунки на поверхности, от воздуха? От мандал, да, от мантры, потому что там математически соблюдено сочетание этих звуков правильное, которое даёт, несёт гармонию. И почему мантра там ум успокаивает, делает его сильнее? Потому что в самом сочетании заложена такая энергия какая-то, то есть в последовательности звуков. Когда имя сочетается с этими законами вселенскими, тогда оно считается очень благоприятным по звучанию. Ну, я считаю, что рита, у риты много гласного, потому что р тоже гласный. Всё, что можно петь, да, да, они считаются в санскрите гласными, то есть они разделяются под те, которые можно петь, и они поются по-разному там, можно так-то спеть в ту чакру, в ту чакру, но в любом случае р — это протяжный звук, это не тот, что, не согласный. И поэтому Анна тоже, Анна очень такой изначально. Очень звучно, да, очень певучо звучит. Да, похоже на что-то совсем изначальное, абсолют. И на самом деле Анна связана с абсолютом, вот это, а это вообще изначальный звук, называется так, а чё-то, по-моему, на санскрите, то есть звук изначально, ну, мантра начинается ом, она начинается на а. Ну, а потом оу, потом му. И это три гласных. М — это тоже гласный. То есть, вот. Ом, а, м, да, понятно. Ну, что ж, мы говорим об именах, и, дорогие радиослушатели, обращайтесь к нам, обращайтесь к нам, находите нас на Фейсбуке, на Сангейс Радио, странице на Ютюбе, на нашем веб-сайте сангейсрадио.ком. А, Аня, ещё есть такой вопрос у меня. Люди часто меняют свои имена и даже фамилии. Вот девушка выходит замуж, меняет фамилию. Люди переезжают, эмигрируют в другие страны и пытаются своё имя, как бы, больше приспособить к той стране, где они живут. Это как-то влияет на их жизнь? Да, это определённо влияет на их жизнь, любая смена фамилии, имени. И нам нужно посмотреть, как. То есть, понятно, что меня — это вопрос как. И вопрос как, куда ко мне обращаются? Один раз обращался мужчина, говорит, я хочу сменить свою фамилию на более благозвучную. Но я не стала ничего смотреть. Я сказала, что лучший враг хорошего и не надо это делать. Но просто из-за того, что это благозвучнее звучит. Причём фамилия была нормальная. Не какая-то там, которую действительно стоило бы сменить. Но когда мы что-то меняем, мы меняем, естественно, в своей судьбе, в том, как люди нас называют. Но есть разные цели. С какой целью? Если вы переезжаете в другую страну, да, у вас есть цель быть принятым в сообществе. И есть цель более гладко продвигаться в том сообществе, в котором вы сейчас находитесь. Если у вас фамилия очень длинная, с шипящими там, и вы попадаете на какое-то англоязычное сообщество, то вас даже произносить сложно. И это может затруднять какие-то контакты. Можно придумать себе псевдоним. Это гораздо лучше, чем просто менять что-то. Потому что псевдоним — это моя рабочая одежда. То есть у меня есть имя, моё родовое имя, которое я храню, которое я не нарушаю связь со своим родом. Потому что смена имени — это мы чуть-чуть отказываемся, может быть, и не чуть-чуть, не знаю, как измерить это, от того, что наработали наши предки. А как же быть с женщиной, девушкой, которая выходит замуж и меняет фамилию? Завидено, что она попадает под эгрегор рода своего мужа. То есть она оттуда уже берёт. Для этого она и меняет, в принципе, фамилию, что всё, она оттуда отходит, идёт туда, идёт к мужскому. Не все меняют фамилии, конечно же. Но вот если вы меняете, то это значит, что всё. То есть у вас и судьба меняется. Всё. То есть с девичеством покончено, а так ещё не покончено, если вы оставите под своим именем. То есть это такое тотальное принятие мужа, в том числе. Его задачи, его родовых задач, и вы уже не только свои решаете. Что происходит у нас? Допустим, люди, когда приезжают в Америку, они пытаются чаще всего укоротить имя. Вот, например, ну, имя у нас заканчивается на Ай-Вай там и так далее. Вот моя фамилия когда-то была девичья, ещё городинская, да, допустим, очень длинная. Но то, что люди делают здесь, но это не сейчас не моя фамилия, они просто укорачивают, чтобы это звучало более... звучно на английском языке. И то же самое делают с именами. Ну, не знаю, наверное, это хорошо для того, чтобы быть, как ты сказала, принятым в этой стране. Ну, бывает, что стоит писать под псевдонимом, потому что можно придумать себе такое имя, которое у вас повышает качество деловое, и посмотреть на гороскоп, в том числе, какая планета там отвечает за ваше продвижение, там, хозяин 11-го, 10-го домов, за продвижение на публике, и каким-то образом своим псевдонимом укрепить ваши позиции, вот эти вот позиции в обществе, но при этом не менять своё настоящее имя. Но этим пользуются часто артисты, кстати. Артисты и люди публичные, они бывают, что они идут под псевдонимом, мы знаем псевдоним, и они достаточно успешны. Как бы это то, что одежда на выход имя. Можно сменить. Можно вообще, конечно, бывает, что среди моих знакомых есть, что меняют имя кардинально по паспорту, и меняется судьба. То есть меняется что-то очень сильно. Но здесь нужно отметить, что вы со своим родом связь частично теряете, не пользуетесь его поддержкой, но с другой стороны, может быть, человек обрубает неконструктивные установки, которые связаны с его родом. Это как-то уже деструктивные установки. Он говорит, я хочу это обрубить. То есть в каждом случае нельзя сказать, насколько это хорошо и плохо. Отдельный случай нужно разбирать отдельно, к чему это может привести. И гороскоп в этом, кстати, очень хорошее подспорье. То есть посмотреть, как новая фамилия подбудет ли вам она вообще, насколько она подойдёт и так далее. У меня в основном всегда вопрос этот стоит, потому что у меня фамилия никогда не менялась. Это фамилия моего отца. И когда я иду в пространство, опять-таки, иноязычное, для меня эта фамилия представляет собой трудность. То есть её никто не может произнести. Ну да, фамилия красивая. Да, но на самом деле по фоносемантике она связана с укорачиванием. То есть вот если мы её по шкале разложим, вот там длинный, короткий, большой, маленький, то на неё реагирует ухо, как на что-то короткое. Потому что со всех фамилиях, если вы, например, там Булочкина или кто-то, если есть ЧК, то тогда в сознании это укорачивание и уменьшение человека. То есть уменьшается значимость человека такой фамилии. Подчёркивается, конечно, может быть, милость, миловидность и такие свойства, такие миленькие, хорошенькие, но не грандиозные. Вот нет грандиозности. Да, вот такой вот. Ну, хотя, знаете, есть такие фамилии, которые звучат... Ну, кстати, вот фамилия, допустим, Княжна Тараканова. Да. Это звучит благородно, несмотря на то, что значение. Да, Таракан, да. Таракан, потому что звучит, потому что слово Таракан, оно очень, кстати, благозвучно. А может быть, потому что впереди идёт Княжна, и мы уже как бы знаем из истории, это на нас. Да, образ сам по себе тоже, конечно. Можно любую фамилию вывести в такое, ну, допустим, все знают, кто такой Солженицын, а фамилия сложная. Ну, то есть даже писатели российских, русских, все знают весь мир. То есть, конечно, тут надо сказать, дело не в фамилии закончить, а дело в силе Личности. И своей силой Личностью можно облагородить любую фамилию. Да. Да, спасибо большое. Это звучит здорово. Но всё-таки, дорогие друзья, если у вас приближается рождение ребёнка или какое-то другое важное событие, или вы хотите знать, как вам всё-таки лучше поменять имя, чтобы оно соответствовало вашему гороскопу, потому что тогда всё будет в гармонии. Обращайтесь, пожалуйста, находите Анну Ласточкину через нас, sungatesradio.com, страницы на фейсбуке sungatesradio. Вы можете послушать там же все записи, которые мы ведём, найти записи на Ютубе. Ну, а я благодарю Анну Ласточкину за такой интересный рассказ, и мы встретимся в следующий вторник. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо за внимание, спасибо, Рита, за интересную беседу. До новых встреч! Всего доброго! До свидания! Всем хорошего дня!